Как сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан, сегодня, 29 апреля, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирсиёева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с предстоящими важными юбилейными датами. В этом году в КНР широко празднуется 100-летие со дня образования Коммунистической партии Китая. В нашей стране 30-летие независимости Республики Узбекистан. Лидеры пожелали двум дружественным народам мира, благополучия и процветания. В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. С глубоким удовлетворением отмечены достигнутый в последние годы высокий уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, динамичное развитие многопланового сотрудничества между нашими странами. Председатель КНР дал высокую оценку и выразил всемерную поддержку проводимым в Узбекистане социально-экономическим реформам и преобразованиям, направленным на повышение уровня и качества жизни населения в стране. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в вопросах глубокого изучения большого накопленного опыта Китая в области борьбы с бедностью. Глава нашего государства искренне поблагодарил лидера КНР за практическую помощь в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Уполномоченные ведомства и организации Узбекистана и Китая будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения, углублять совместную эффективную работу по массовой вакцинации населения. Президент Узбекистана вновь подтвердил неизменную поддержку политики единого Китая и противостояния трём силам зла – терроризму, экстремизму и сепаратизму. Отмечен продолжающийся плодотворный диалог в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в том числе по продвижению важных инфраструктурных проектов в регионе, включая автомобильную и железную дороги КНР Кыргызстан-Узбекистан. Поддержано предложение узбекской стороны по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Лидеры отдельно остановились на вопросах расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества. Подчеркнуто, что в непростых условиях удалось минимизировать негативные последствия пандемии и обеспечить рост взаимной торговли на 33% с начала этого года. Продолжается реализация важных совместных программ и проектов. Обе страны успешно продвигаются к достижению в ближайшие годы товарооборота в 10 миллиардов долларов, а также обеспечению сбалансированности показателей экспорта и импорта. Узбекистан примет активное участие в очередной международной китайской выставке импортных товаров в городе Шанхай. Главы государств выступили за усиление кооперации между ведущими предприятиями Узбекистана и Китая в разных отраслях экономики, а также взаимное содействие в продвижении проектов в высокотехнологичных отраслях экономики. Согласована подготовка и принятие совместной среднесрочной программы полномасштабного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Высоко оценен современный уровень плодотворного партнерства ведущих банковско-финансовых институтов нашей страны с Государственным банком развития и Эксимбанком Китая, Фондом Шелкового пути, а также в рамках международных финансовых организаций. Лидеры поручили усилить деятельность узбекско-китайского межправительственного комитета и провести в ближайшее время его очередное заседание. Особое внимание было уделено продолжению межпарламентских связей, возобновлению интенсивных обменов между регионами двух стран, а также расширению программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и регионального взаимодействия, в том числе в формате Китай-Центральная Азия. Обсуждены вопросы углубления многосторонних отношений и практического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, проведения саммита этой организации в нашей стране. Отмечена важная роль действующей контактной группы ШОС в вопросах содействия мирному процессу и экономическому восстановлению в Афганистане. Лидеры рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне и подчеркнули важность тщательной подготовки запланированного визита председателя КНР в Республику Узбекистан как важного исторического события в развитии полномасштабного сотрудничества, укреплении многовековых уз крепкой дружбы и отношений всестороннего стратегического партнерства. Телефонный разговор президента Узбекистана и председателя КНР прошел в традиционно открытой, дружественной и доверительной атмосфере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...